я приветствую вас друзья мы продолжаем прохождение вольфенштейн 2 новый колосс мы сейчас в голове поезда мы должны его восстановить но сейчас на автопилоте так по он гонит здесь выбор супер макс там стандарт какой-то и стоп с на стандарте а вот на стоп это получается тихо мы едем да да тихо вот вам получите и распишитесь так возьмем как у нас в 2 нет не хочу 2 спалили нас из-за этой заразы такой застрявший так гадина ну так даже веселей куда побежал где еще я болеете все так дружище тебе нужно засунуть бомбу прямо в главный центр нацистов оберкоманда находится на нулевом уровне прямо над огромным хранилищем с инопланетной хренью тащи свою задницу наверх детка готов даже ничего не успел сделать так здесь патроны что ли она есть так нам наверх давайте сначала здесь посмотрим по в округе так это оружие мне нафиг не надо для перка в принципе можно еще заработать очки стреляя с двух рук с двух оружий точнее да смотрите вот она это это какой-то какая-то пирамида а там сама оберкоманда зону 52 туда и пойдем но сначала сперва мы осмотримся здесь это как-то быстро мы здесь закончили да не зря здесь газета есть есть что покушать читаем фройлен фокс из блитцменша рассказывает все тайны 4 июля 1961 года лос-анджелес в интервью еженедельному журналу американские арийцы талантливая актриса и звезда блитцменша сабрина фогель рассказала все подробности о съемках ее популярного телесериала и о своей личной жизни до того как немцы освободили америку я зарабатывала крохи играя в дешевых бродвейских шоу поведала обаятельная телезвезда я снималась в эпизодической роли в голливуде когда упал дерби штраффер атомная бомба положившая конец войне так что мне повезло говорит она заразительно смеясь пару лет я не могла найти работу но однажды в кафе у лос-анджелеской телебашни меня заметил продюсер и знаем он т.в. он сказал что у меня чудесные арийские черты лица и что он хочет пригласить меня попробоваться на роль пройлен фогель тогда еще не знала что это будет роль всей ее жизни ради нее она даже сменила нелепое американское имя на красивое немецкое оставшаяся часть статьи неразборчиво еще один пончик так продаваясь одна так здесь мой сколько еды 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 так то еще есть здесь больше ничего патроны это заберем здесь что здесь оказалось а это железнодорожные пути так и как мне теперь обратно лезть раз посмотрим может здесь залезем смотрите-ка можно здесь пройти даже а здесь уже не пройдем я думаю наверх надо идти здесь вряд ли что он мы найдем о блин напугал прилипший тут все это все кроме предель кренделька погнали мой чеки я не хочу больше не слезть тут смысла нет лазить там что-то есть давайте возьмем постреляем путь до электрическая фигня самое хранилище да ты ход о котором говорил сет ну да у и и и и и и и и кто такой я тебе не знаю одинаков все и и нет и все еще где ты чё по моему нет они двенадцать киломаттер хотя бы давайте пособираем сети хотя бы 130 м ск noite я крепко на Пусто. Точно пусто? Нет, не пусто. Хорошо, полное. Ну и теперь можно пострелять. Лежать, я сказал. Ну где все? Загорел. Угорел на работе. О, нет. О, нет. Не должен никто пройти здесь. 13, 12, 11 где-то здесь. Брось. Так, вроде все. Размеры на кусочками стрелять надо. Смотрим, что здесь есть. Собираемся, лутаем и валим. Валим отсюда. Так, что здесь? Здесь ничего. Угу. Больше ничего здесь нет. Так, может здесь золотишко где-то завалилось. Завалилось. Посмотрим и пойдем. Нет, вряд ли, скорее всего, нет. Давайте с другой стороны посмотрим. Мало ли. Ой, греночки надо. Всего две. Это мало. Да, здесь больше ничего нет. Все, уходим. Побежали. Так. Нам куда? Стоп, 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 стоп. Здесь что-то есть интересное. Да, здесь есть письмо. Нет, записка. Записка Люца Майера. Захен Камп. Знаете почему пропадают люди? Потому что нарушают правила. Гельмант случайно уронил 300-килограммовый артефакт, да ты худ, на пол. Вызвав реакцию, в результате которой он и артефакт исчезли в ослепительной вспышке белого света. Его коллега Зандер получил ожоги третьей степени, а защитные очки сплавились с его лицом. В чем ошибся Гельмант? Угадайте-ка. Динь-динь-динь. Он не закрепил артефакт, как положено, коллеги. Безопасность превыше всего. Сообщите своим, что поминки по Гельмонту пройдут в эту пятницу. Кстати, Элке узнала, что еврей Сет Рот сбежал из лагеря Беллица вместе с террористом Уильям Бласковицем. По слухам, он является действующим членом Даты Худ. Возможно, он знает о происхождении артефакта из груза 4NG1. А эти дебилы его упустили, прошляпили этого еврея. Он ушел у них прямо из-под носа из-за дурацкой бюрократической ошибки. Отправьте группу на его поиски. Люцмайер. Ага, уже ищут, уже ищут. И мы засветились тут. Так, здесь больше ничего нет. Кроме... Как это что? Кроме пончиков. Возьмем, возьмем, возьмем. Странно такое здесь все. Это безголовый Джо, Джо, запчасти. Стоп, что здесь было? Здесь что-то промелькнуло, я знаю. Или нет? Вроде нет. Да и фикс с ним. Ладно, хорош здесь рыскать. Пойдемте дальше все посмотрим. Так, это что? Непонятно что. Тихо. Топорик. Топорик. У нас 4 топорика. Замечательно. Потихоря, если что, кого-то крошить. Здесь нет. Здесь тоже ничего такого. Хорошо. Здесь это испытательная кайт-комната, прям смотрите-ка. Так, есть открыточка. Давайте читаем. Открытка от Франки 29 мая 1961 года. Дорогие соседи, мы чудесно проводим время на курорте. Малыш Альберт целыми днями плескается в бассейне. Я уже боюсь, что он скоро превратится в рыбу. Франц вчера вечером разговорился с владельцем курорта. Оказалось, что он, как и Франц, родом из Франкфурта. Вот здорово, да? После освобождения американской территории он приехал туда и увидел руины. У него ушло 2 года на восстановление этого райского уголка. Золотой души человек. Франц вчера всю ночь обсуждал с ним дела. Кстати, здесь готовят настоящие немецкие блюда. Как дела на нашем родном Сэндлбруке? Спасибо, что присматриваете за домом, пока мы в отъезде. Нам повезло, что у нас такие замечательные соседи. В следующий раз будет наш черед. Франка и вся семья Эйхманов. Так. Все, идемте дальше. Воу. Скажи, хочешь, чтобы нацисты не тронули боеголовку после того, как ты ее установишь. Тогда засунь бомбу в ядерный реактор оберкоманда. И нацисты не засекут сигнатуру излучения. Они не найдут ее и не обезвредят. Так, хорошо. Но сначала давайте обезвредим этого. Габрика. Только на лунной базе. До той истории с терактом. Помни, что необычное чувство, когда кажется, будто ходишь во сне. А, понимаю. О чем ты? Вот так и на Венере. Только раз в десять сильнее. А там не жарко? Она же так близко к солнцу. У нас были защитные костюмы. Хотя в них было пекло. Но я запомнил не жару, а ощущение чуда. Представляю, я уже почти хочу, чтобы кто-нибудь пробрался в оберкоманду и сработал экстренный протокол. Экстренный протокол? Забудь. Я не должен был этого говорить. Хм. Чуть кто-то не проговорился. Так, давайте смотрим, что здесь. И дальше, что умигает. Непонятно. Так, здесь ничего нет. Блин, большая территория сейчас нас ожидает. Так, у нас есть письмо. Читаем. Письмо коменданта Йохана. Губер. Каждый раз, когда солнце садится над пустыней Сахара, и ее озаряет свет множества звезд, меня охватывает тревога. О нашем задании и о том, что мы сделали. Мы принесли долгожданный порядок, процветание цивилизации в Марокко. Но цена была велика. И заплатили ее не мы. Я вижу их лица в моих снах. Неужели это были не люди? Неужели Господь не наделил их голосом, сердцем, душой? Мы отняли у них право стать хозяевами своей судьбы. Я уже с трудом отличаю праведные деяния от постыдных. Прошу, заверь меня в том, что мы на верном пути, твой друг Йоха. Кто-то уже сомневается в том, что уже… О, тут… Так, хорошо. Постараемся. Аккуратненько. Так, что здесь еще есть? Кроме хилок нифига… нифига больше ничего нет. Так, что это такое? Ага, здесь есть электронное письмо. Читаем. Электронное письмо Фолерата Бродца. От Фолерат Бродц. Кому? Фриц Айхель. Экхард Ветцель. Николаус Шриффер. Дата 4 июля 1961 года. Кто-нибудь может сказать «не», где черт носит офицера Губера? Он флиртует с американскими девками на параде? Мне надоело уже его прикрывать. Он должен был взять еду в папе Джо и явиться сюда до начала нашей смены. А в итоге я тут торчу голодный, да еще вынужден за него вкалывать. Если начальство об этом узнает, Губеру капут. Фолерат. Он не придет. Вообще, не придет. И это я уж точно знаю. Да и вы тоже. Так, что здесь за схемы схемы? Итак, это какие-то формулы, что-то искривление, чего-то бы. Ладно, пойдемте. Там еще один офицер. 52, 60, уже 60, 59, 58 метров. Так, у нас что? Да, давайте это возьмем. На всякий случай, а все случаи всякие бывают. Спокойно. Так, там я вижу одного мунацика. Так, что это? Это? Какое-то ядро. Такая штука у нас там лежит. Может какая-то антигравитационная система? Так, убирать час его не будем. Здесь никого. Ой, нам сюда надо. А как? Тихо, 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 тихо. Ага, я вижу одного робота. Что здесь было? Лигня какая-то. Ага, там офицеры и псина. Давайте сейчас робота уберем этого, он мешается. Диверсия. Саботаж. Меня здесь нет. я хочу убрать убрать его можно более подождать только их а их а там робот ходит не запас подлились ну ладно офицера убрали значит никого не вызову из-за этого робота стоп кудок откуда он появился гнида делись Все, вроде все Так Что здесь? Так, у нас полная, кстати говоря Здесь больше ничего взять нельзя Как колокол прям Ну он и выглядит как колокол Это сам реактор? Где по всему, да Они заряжают какие-то летающие тарелки А, во, еще одно А что они делают, интересно? Действительно, заряд, по-моему, какой-то происходит Какая странная штука Еще одну спускают Так, мы остановили все это Система и здесь все остановилось Вроде все Закладываем бомбу Че дела? Я активирую боеголовку Убирайся-ка ты из Розуэлла Пока не жахнуло Отпад, братан Мой человек в мэрии включит сигнал торнадо Эвакуирует весь город Ищи выход и убирайся нафиг из зоны взрыва Я уже почти закончил в центре управления Встретимся в точке сбора под Галлистоном Лады Внимание, на базе обнаружен противник Всему старшему персоналу оберкоманда срочно приступить к эвакуации Повторяю, на базе обнаружен противник Всему старшему персоналу оберкоманда срочно приступить к эвакуации так мы в реакторе мы заложили только что ядерную бомбу и нам отсюда нужно как-то сдернуть вообще убежать всем приятного просмотра не забываем подписываться оставлять комментарий и оценивать видео погнали вот там дверь открывается давайте посмотрим нет 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 я уже понял кто-то вау 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 вот это он лупит уходим 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 зараба тихо 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 кого-то зацепило нифига он достает все вроде все вот блин как здесь под энигма тихо 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 спокойно да что ж так плотно надо с ним кончать тихо 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 т Так что ж он такой крепкий, а? Готов. Внимание всему старшему персоналу оберкоманда. Срочная эвакуация. Приготовьте документы и направляйте к приписанному вам спасательному транспорту. Взлет уже скоро. Повторяю. Внимание всему старшему персоналу оберкоманда. Срочная эвакуация. Приготовьте документы и направляйтесь к приписанному вам спасательному транспорту. Взлет уже скоро. Так, давайте с него... ...соберем все броню. Отлично. И уходим отсюда. Так, это зарядная какая-то штука. Электрический разрядник. Да, он здесь стоял, заряжался. Все? Все. Самое время уносить ноги. Попал вроде, да? Это вроде бы. О, смотрите-ка. Кто здесь? Хорошо. Так, здесь нет... А, бегите, нацисты. Сваливают, да? Сваливают, улетают. И улетают. Так, топорик заберем. Эту фигню тоже заберем. Здесь ничего оказалось. Да, здесь больше ничего вроде. Есть открыточка. Ну что, прочитаем. Открытка от Готлибам. 1 июня 1961 года. Дорогая мама, Америка чудесное место. Совсем не такое, как ты описывала его мне в детстве. Мама, у них тут есть все. И оно теперь наше. Я недавно посетил прекрасное местечко в горах, где можно кататься на лыжах. Мы с Гертой ездили туда в прошлом месяце, до того, как меня отправили в Розуэлл. Я купил там открытку, но забыл ее отправить. Аспин, вот что это за место. Тебе бы понравилось там. Мама, послушай меня. Тебе не стоит проводить свои золотые годы во Франкфурте. Может, приедешь к нам? Поживешь сперва у нас с Гертой, а потом найдешь тут себе жилье. Твой сын Готлиб. Что еще здесь есть интересное? Вроде больше ничего. Ну да. Возьмем двухстволков, мало ли сейчас что. Куда вы бежите? Е-мое. Не прям улетаю. Нифига прям рядом. И на летающих тарелках прям улетали, да? Нет, нет, нет. Он спалил меня, скотина. Ну раз так. Отдыхай. Офигели, да-да-да. Территория так. Ты что тут, блин, меня пугаешь? Он упал, тараканты роботизированы. Здесь больше ничего нет. Давайте, может, еще что-то почитать есть? Нет, тут кренделя. Кренделя лежат. Нет, здесь, здесь нет. Хилка, возьмем. Дробовик. Давайте на всех случаях. Для ближнего боя, самое то. Ну, тут есть тоже. Так, этот все сдулся. Здоровый. Трех раз хватило. Нифига себе, откуда этот камень? А, это я тут так? Ничего себе. Разрушаемость прям неплохая. Что, откуда-то? Откуда-то что-то осыпалось. Ладно, здесь еще стол есть. Давайте заглянем. Ням-ням. Здесь ничего. Да, здесь электронное письмо. Читаем. Электронное письмо Фридриха Баунгартнера. От кого? Фридрих Баунгартнер. Кому? Уильям Баунгартнер. Дата 3 июля 1961 года. Привет, младший братишка. Америка славная страна. У меня здесь много друзей из числа добропорядочных американцев, читающих нас спасителями арийской расы. Огромные просторы Америки просто созданы для того, чтобы мы их колонизировали. Я рассказываю всем друзьям про тебя, мой милый братишка. И ему уже не терпится тебя увидеть. Когда ты приедешь к нам с Анжелой в гости? У нас огромный дом в Нью-Мексико. Представляешь, его построил настоящий ковбой. У нас хватит места для тебя и твоей семьи. Будем жарить мясо по вечерам и пить пиво. Я скучаю по тебе, братишка. С любовью, Фридрих. Так. Интересно, у них электронные письма на магнитной ленте. Полупроводники, наверное, еще не так сильно были распространены. Так, что у нас здесь есть еще? Спилка. Спилка. Броник он нафиг не нужен. Вроде все. Вроде все. Да, мы здесь, в принципе, могли подняться с этой стороны. Что? Ой-ой-ой-ой. Бежим-бежим-бежим-бежим. Кто сломается-то уже? Да, зараза, что-то он меня снес. Все-таки он меня снес, но... Этого что-то не удалось так хорошо уложить быстро. Мелкого. Ну, вместе похоронили. Вроде все. Ствол. Ключи. Беги. 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 Субтитры сделал DimaTorzok